Здравствуйте! В студии Дмитрий Клещев. 26 числа на очередном заседании правительства Пермского края Максим Решетников объявил о переходе заместителя правительства и министра экономического развития и инвестиций Пермского края Виктора Агеева в администрацию города Перми. Для него создается новая должность, первого заместителя мэра и формируется довольно широкий круг обязанностей. К чему приведет данный переход и что должно поменяться в управлении краем и городом после этого? Вначале хотелось бы напомнить, что Виктор Агеев лишь полгода как проработал в краевом правительстве, перейдя туда как раз из администрации города Перми по приглашению бывшего губернатора. В рамках той административной реформы, которую затеял перед доставкой Виктор Басаргин, были объединены Министерства экономического развития и агентства по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края. Новое министерство в рамке зампреда и возглавил господин Агеев. Работая в администрации города, он возглавлял блок финансов и промышленности и зарекомендовал себя как хороший профессионал и консервативный финансист. Можно смело его называть пермским кудрином. Тем более во внешнем облике и в поведении есть определенные сходства. А до этого Виктор Агеев долгие годы работал в администрации Березняков. Откуда он сам родан? Перевод этот был ожидаем. И несмотря на то, как он был подан главой региона, все же нужно сказать, что другого варианта развития событий ожидать было сложно. И вот почему. Во-первых, приглашен он был предыдущим губернатором. И хотя в команде Максима Решетникова пока остается еще много чиновников от предыдущего главы, но базово это является отягчающим фактором. Думаю, мы еще увидим и другие уходы старых членов команды Виктора Басаргина. Второй момент. Мало кто обратил внимание, но возвращение в правительство Ольги Антипиной и назначение ее первым зампредом сопровождалось выделением такого же объема полномочий, который будет у Агеева в администрации города. А это приводило к дублированию функционала. На переходный период такое приемлемо. Но в целом это ненужные риски. Думаю, тот, кто возглавит данный блок, может уже и не получить статус зампреда. Или его полномочия будут уточнены. Ну и третий момент. Стилистически все же Максим Решетников и Виктор Агеев разные. И работа на родном для губернатора поле, человека, который имеет отличное от него восприятие и логику, это мина замедленного действия. Поэтому переход выглядит вполне разумно и прогнозируемо. Почему это произошло сейчас, а не после выборов? Можно гадать. Но, возможно, ближайшие события объяснят причины такого шага. Что же ожидать от этих изменений? Для города это, безусловно, позитивный момент. Виктор Агеев всю свою сознательную деятельность работал именно на городском уровне и как профессионал, как никто другой знает, как управлять теми сферами, которые ему поручены. Отсутствие каких-то технических компетенций, безусловно, можно закрыть квалифицированными заместителями. Также Виктор Геннадьевич был приверженцем тех принципов, которые исповедовала команда Олега Черкунова и активно участвовал во внедрении градостроительной политики. Он аккуратный, осторожный и очень работоспособный человек. Поэтому можно рассчитывать на то, что он справится с возложенными задачами. В крае ситуация сложнее. Дело в том, что с экономическим развитием нам не везло. С момента создания данного министерства и при всем уважении к его предыдущему главе Леониду Морозову, оно не определяло ни стратегические ориентиры развития, ни, по сути, не планировало бюджетную и налоговую политику региона. Ему не хватало административного веса. Минфин и Минпром перехватывали аппаратную инициативу. С приходом Агеева предполагалось, что эта ситуация должна измениться. Но пришел новый глава региона, и все опять оказалось в подвешенном состоянии. Сейчас многое будет зависеть от того, какие реальные рычаги получит данное ведомство. Сможет ли оно действительно формировать повестку регионального развития? И будет ли создана та команда профессионалов, которая определит и обоснует новые контуры экономической политики края? Пока, по тем заявлениям и сигналам, шансы на это есть. Будем ждать новых кадровых назначений, которые, надеемся, прояснят ситуацию. А теперь к другим новостям. В августе 2017 года в Пермском крае откроется Центр поддержки экспорта для малого и среднего предпринимательства, ориентированный на экспорт товаров. Центр также должен помочь местному бизнесу в привлечении инвестиций и выходу на международные рынки. Здесь можно будет получить консультационные услуги, в том числе с привлечением профильных экспертов по тематике внешнеэкономической деятельности, содействия в подготовке и переводе на иностранные языки презентационных материалов. Важным направлением станет работа с начинающими экспортерами. Во втором полугодии этого года запланировано проведение семинара по выходу на рынки Китая и Белоруссии. В следующей половине года Центром запланированы бизнес-миссии пермских предприятий в Болгарию, Казахстан, Венгрию, Узбекистан и Китае. Одной из задач станет помощь именно небольшим по объему производств компаниям. При Каме работа ведется уже сейчас. Создан и центр развития экспорта, проектный офис в регионе, у которых примерно те же самые высокие показатели эффективности, которые они должны достичь к 2025 году. Поэтому работа ведется сейчас. Что касается образования, я также сказал, что у нас есть интернет, интернет, линия интернета образования, дистанционного образования. И, как мы понимаем, коллеги и экспортеры из Перми, из Пермского края тоже в ней участвуют. Наша задача сделать этот экспорт, чтобы он исходил не только от крупных предприятий, но и от средних малых предприятий. Здесь есть, вот уже говорились, и местные промыслы, и мед, и технологии. Вот уже коллеги подходили после сессии, и очень высокотехнологичные материалы. Также отметим, что в 2018 году сотрудники центра планируют проведение индивидуальных маркетинговых и патентных исследований иностранных рынков. Пермским предпринимателям будет оказано содействие в приведении продукции к соответствии с международными требованиями, необходимыми для экспорта товаров и организаций участия пермских предприятий в российских и зарубежных выставках. В Прикамье складывается непростая ситуация со сбором урожая. Сегодня режим чрезвычайной ситуации действует в шести районах края. Одна из основных причин – дождливая погода. Не случайно в свое время край относили к территориям с рискованным земледелием. На полях всего региона в этом году высажено 14 тысяч гектаров кукурузы. Уже погибла половина урожая. Оставшуюся часть соберут, но в растениях без початков нет самого ценного вещества – крахмала. Компенсировать это придется покупкой специальных дорогостоящих кормов. Как следствие – увеличение себестоимости, а в дальнейшем и цен на мясо и молоко. В правительстве региона ждут, когда сельхозпроизводители подсчитают убытки, чтобы дать точный прогноз. Все, что сегодня поручил Максим Геннадьевич в течение 10 дней уже отработан. Чрезвычайная ситуация – это режим переувлажнения. Вводится он для того, чтобы, во-первых, снизить финансовые штрафные санкции к сельхозпроизводителям по тем субсидиям, которые были выданы. Если режим ЧАЭС будет продолжаться достаточно долго, необходимо будет изыскать резервы по предприятиям. Отметим, что с 10 августа, возможно, будет введен режим чрезвычайной ситуации на территории всего региона, чтобы в случае невыполнения плана аграриям не пришлось возвращать полученные субсидии. Не лучше обстоят дела и у соседей. Например, Удмуртия пока не знает, сможет ли по итогам жатвы обеспечить себя необходимым урожаем. Уже и здесь однозначно говорят об ухудшении качества собираемых культур. Впрочем, если погода улучшится, часть урожая, возможно, удастся спасти. Край избирком совместно с общественной палатой запустил к выборам горячую линию для сообщений граждан по вопросам подготовки проведения выборов в единый день голосования 10 сентября 2017 года. Она будет работать до 22 сентября включительно, при этом в день голосования круглосуточно. Избиратели, кандидаты, представители СМИ, наблюдатели, члены избирательных комиссий смогут получить разъяснение по вопросам избирательного законодательства, особенностям организации проведения дня голосования. Кроме того, по телефону горячей линии можно будет сообщить о фактах нарушений или получить консультацию о возможностях подачи заявления для голосования по месту фактического нахождения, а не по месту прописки. Узнать адреса и контакты наиболее удобных участков для голосования. Между тем, стало известно, что избирательная комиссия проанализировала подписи, предоставленные кандидатами на участие в выборах губернатора Пермского края, и пришла к выводу, что у пяти из семи они подлинные и соответствуют необходимому минимуму. У остальных двух кандидатов они были либо дублирующими, либо их оказалось недостаточно. Окончательное решение о том, будет ли допущен кандидат до выборов в сентябре, краевая избирательная комиссия примет в течение 10 дней до 5 августа. Около 17% выпускников пермских вузов после получения диплома трудоустраиваются в других регионах. Исследователи из высшей школы экономики отнесли Пермский край группе территории России с невысоким процентом студентов, которые покидают регион после обучения в вуз. В прошлом году чуть более 11 тысяч человек закончили Прикамский университет, и из них только около 2 тысяч решили работать в других субъектах. Из соседней Свердловской области переехало около четверти всех выпускников, чуть более 6,5 тысяч человек. Лидером рейтинга стала республика Адыгея. Этот субъект покидают более половины из числа получивших дипломы. Чаще всего переезжают из Прикамет девушки, окончившие гуманитарные факультеты. Специалисты считают, что они более свободны для поиска места жизни, не привязаны к предприятиям и компаниям. В числе факторов, влияющих на решение выпускника трудоустроиться в другом регионе, значится уровень зарплаты, карьерные перспективы и культурная жизнь в выборной территории. За январь-май этого года продажи автомобилей в Пермском крае выросли на 26,8%. Это лучший показатель среди регионов России. Эксперты отмечают, что успех относителен, докризисный уровень еще не восстановился. За первые пять месяцев этого года в Пермском крае проданы 11,5 тысяч новых легковых автомобилей. По объему первичного авторынка Прикамье заняло 12 место среди российских субъектов. Пермский край не только значительно превзошел общероссийский показатель, но и продемонстрировал наилучшую динамику среди топ-30 регионов по объему авторынка. Увеличение продаж более чем на 20% эксперты зафиксировали еще в шести субъектах. Большую роль восстановления рынка сыграла программа льготного автокредитования и увеличение максимальной стоимости авто. В России внедряется национальная система сертификации продукции. Проходит это в семи пилотных регионах. С 2018 года после прохождения всех необходимых процедур, включая обязательные лабораторные исследования, получить знак системы ННС можно будет и в других субъектах федерации. Полномочными органами по поручению Росстандарта становятся региональные центры стандартизации и метрологии. Для чего это делается, узнаем от специалистов. С 1 января 2017 года начинает действие программа национальной системы сертификации продукции, которая заключается в следующем. Все производители, российские производители, которые будут представлять на своей продукции какой-то ГОСТ, будут обязаны, подчеркиваю, это обязаны, представлять эту продукцию на соответствие ГОСТам. Не только по безопасности продукции, но еще и по качеству. Росстандарт будет иметь право проводить испытания за его продукцией, которая обозначена с ГОСТом, в любой момент, при моменте производства, при моменте продажи и при действии всего сертификата, на какой период он его обозначил, заявители. Ваше будущее на новой работе может зависеть от впечатления, которое вы произведете в первый день, и сможете ли вы при этом справиться с волнением. Специалисты выяснили, в какие дни пермякам чаще всего приходилось выходить на новую работу, какие чувства они испытывали и как боролись со страхом и волнением. Большинство жителей региона, чуть более половины, рассказали, что их трудовые будни на новом месте работы начинались с понедельника. Среда стала вторым по популярности рабочим днем среди опрошенных. Тройку лидеров замыкает четверг. Две трети респондентов в первый рабочий день отработали в полном объеме. 16% опрошенных ушли пораньше, решив для начала не перетруждаться. В то же время 7% удалось прийти на работу намного позже. Между тем, каждого третьего опрошенного попросили прийти на работу намного пораньше, чтобы получить пропуск, расходные материалы, пройти предварительный инструктаж и ознакомиться с распорядком дня. Большинство пермяков сказали, что испытывают радостные волнения в свой первый рабочий день. При этом каждый пятый пермяк испытывает страх и одновременно радость. Каждый десятый попадал в неловкое положение от вопросов коллег. Реже всего в первый день работы на новом месте уральцы испытывают грусть и ужас, а безразличными ко всему происходящему осталось всего 8,5% опрошенных. Интересно, что стараясь справиться с волнением, новобранцы чаще всего стараются сосредоточиться на своей работе и обязанностях. Каждого третьего поддерживали новые коллеги и руководство, а каждый шестой справился с волнением благодаря поддержке семьи и друзей. Только 4% опрошенных пермяков признались, что смогли справиться со стрессом благодаря курению. 2,5% принимали успокоительный перед сном, а 2% помогли расслабляющие упражнения и дыхательная гимнастика. На этом у меня все. С вами был Дмитрий Крещев. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok